В преддверии Дня спасателя в столице презентовали необычный календарь. Совместный фотопроект Большого театра и МЧС объединил в себе абсолютно противоположные качества, силу и хрупкость, присущие огнеборцам и деятелям искусства. На странице календаря попали и сотрудники Бавруйского ГРУЧС, мужественные и спортивные Евгений Лось и Юрий Жилкин. Спорт для пожарного очень важен для спасателя, так как наша работа связана с очень большими физическими нагрузками. Где-то нужно и человека спасти, вытащить, тяжелое оборудование перетащить. Поэтому спорт неотъемлемая часть нашей службы. Спорт – краеугольный камень в жизни наших спасателей. Женя и Юра уделяют тренировкам по несколько часов почти каждый день. Жим лёжа, подтягивания, удары молотом по шине и взбирание по канату без ног. Для тренировок не помеха, даже дождь. Ведь физическая подготовка помогает сотрудникам МЧС не только попадать на глянцевые страницы, но и спасать жизни. Бывают и свои собственные. Евгений поделился с нами историей одного из своих коллег. Работал на кровле, провалился и завис на руках между двух балок. То есть он пролетел где-то с полметра и на двух балках, как на брусьях, просто уперся и повис. Благодаря тому, что он жмёт на брусьях с дополнительными весами, с серьёзными жалодополнительными весами, которые превышают вес собственного тела, ему это, можно сказать, спасло, может быть, обезопасило его от какой-то травмы. Потому что лететь с крыши всё-таки прилично. Свою службу бравые напарники несут в рядах третьей смены пожарно-аварийной части номер один. Сегодня, к примеру, Женя – дежурный радиотелефонист. Его главная задача – принимать сообщения о чрезвычайных ситуациях и поддавать сигнал тревоге. В это же время другие ведут обычный распорядок. Проверяют оборудование и технику, посещают учебные занятия. Но при этом они всегда наготове. Во время тревоги спасатели всё делают слаженно. Каждое движение оточено до совершенства. Ведь от каждой секунды может зависеть человеческая жизнь. Анастасия Шевцова, Максим Галеонко, Бобрусь, 360.